Еще раз добрый день, дамы и господа. Как я и сказал, я записываю вторую передачу сегодня, потому что заявил несколько тем и в том видео не успел о них поговорить, оно было достаточно длинное уже. На Твиттере Илон Маск провел вопрос, возвращать ли Трампа на платформу и 15 миллионов человек проголосовало, по-моему, трое суток или сутки стояло этот вопрос, 52% сказали возвращать и Илон Маск написал глаз народа-глаз божий и восстановил президентский канал. Как, впрочем, много других каналов, много других людей, которых Твиттер по политическим мотивам выкинул. Должен сказать, что Илон Маск сообщил об этом вечером, а утром, то есть за ночь практически в Америке было порядка 25 миллионов человек, которые подписались, заново подписались на Трампа. Я читал в нескольких местах, что, мол, якобы 80 с лишним миллионов, но я думаю, что 87 миллионов. Но я думаю, что имеется в виду, на самом деле, сколько было раньше у Трампа подписантов, людей, которые его слушают и слушатели. Но, конечно, 25 миллионов заново, значит, оно невероятно, невероятно ошарашивает. Я пытался достать правильное слово. И показывает, насколько популярен Трамп в стране. Трамп при этом сказал, что огромное спасибо, что называется, но у меня есть мой социальный нетворк, который называется True Social, то есть социальная правда. И я не собираюсь ни на какой другой платформе проявлять себя, но у него на этом True Social порядка то ли 10, то ли 12 миллионов человек, сейчас не помню точно. А на Твиттере, конечно, наберется 50, 60, 70 и на Твиттере огромное количество прессы, огромное количество людей, которые хотят следить за Трампом и тому подобное. Так что, возможно, он в какой-то момент, что называется, переборет это желание иметь только свою платформу и, может быть, будет писать на обеих. Ну, посмотрим. В Аризоне обнаружились странности на голосовании за губернаторство, то есть вообще обнаружились странности в голосовании, но поднят вопрос именно по поводу губернаторства. Победила, значит, якобы победила демократка, нынешний секретарь штата, в свод обязанности которого входит наблюдение и организация выборов. Ну, вот не странно ли вам это, да, что один и тот же человек избирается и он же руководит выборами, проверками, отчетностью и тому подобное. А Кэти Хоббс, это вот бывшая секретарь штата ныне, как бы она утверждает, что она уже избрана губернатором, уже сообщила, что она победила, вот. Но не может пока объяснить, что происходило с подсчетом голосов в, значит, Мерикопа каунте, то есть в графстве Мерикопа. Это самый густонаселенный, зеленый каунти графства в Аризоне. И там же находится, вот, почему он так густонаселено, потому что там находится самый большой город Аризоны, Феникс. Республиканцы требовали от Хоббс, значит, перед выборами, либо избираться, либо руководить этими выборами. Но она решила, что избираться будет легче, очевидно, когда она у руля. Керри Лайк, это восходящая звезда республиканской партии, если верить подсчетам, отстала от Кэти на 0,6% голосов. 0,6% голосов, если было бы 0,5%, то автоматически был бы пересчет, а 0,6% значит нет автоматического пересчета. Но генеральный прокурор Аризоны выпустил заявление, несколько разъяснений, отвечающих за выборы сотрудников Хоббс, а также информация о странных проблемах якобы с принтерами, повсеместная проблема с принтерами, тирвальные там специальные принтеры стоят, заставляет нас предположить, что законы в Мерикопа Каунте не соблюдались, либо соблюдались не полностью. Сегодня утром Кэти Лейк была якобы позади Хоббс на 0,6%, это 18 тысяч голосов. Она сообщила прессе, я залита собиранием доказательств, у меня группа прекрасных специалистов, юристов и тому подобное, и мы разберемся в неточностях и, возможно, нечестностях, которые, судя по всему, были. И до того я не буду соглашаться с тем, что я проиграла. Я подозреваю, что мы скоро выясним, что это я выиграла право стать губернатором штата Аризона. Марк Барнович, это генеральный прокурор Аризоны, открыл официальное расследование по утверждениям о подлоге. Он написал, мы получили уже сотни жалоб от тех, кто пришел голосовать в вашем Каунте. Это было в его письме председателю Каунте или председателю счетной комиссии Каунте. Больше 60 мест для голосования, до точек, в которых голосовали, имели проблемы с принтерами. И учесть всех тех, кто голосовал, было невозможно. Значит, принтеры были протестированы, оказывается, за 5 дней до голосования. Показали, все прекрасно, все нормально работает. Но вдруг разладились и сломались в день голосования. Вот просто все 60. Из 60 пунктов голосования, пришедших голосовать, отправляли в другие точки. Где тоже, может быть, принтер не работал. Откуда-то отправляли в третьи точки. А там, где работал, давали заполнять бюллетени, которые, похоже, никто потом не считал. Очень похоже, что демократов поймали на подтасовке. В любом случае, Керри Лейк получила звездный статус. Она очень хорошо говорит. Она прекрасно выглядит. Уверена в себе. Обладает чувством юмора. Некоторые называют ее Трампом в юбке. Вот, дай бог ей здоровья и удачи. Она была очень успешным корреспондентом на Fox News в Аризоне. А потом пошла в политику. И, видите, прекрасно совершенно, для человека, который первый раз это делает, прекрасно совершенно прошла выборы. Даже если она проиграет. Получить на 0,6% меньше голосов, чем человек, который всю жизнь провел в политике, это полная фантастика. Относительно двух ракет. Упавших на амбар в Польше и убивших двух граждан этой страны. Польша сообщила, что ракеты были российского изготовления. А Байтон сообщил, что не похоже, что это стреляли из российских расположений. Сразу после инцидента Зеленский обвинил Россию в провокации против НАТО и призвал НАТО подняться на борьбу с мировым путинским злом. Новый премьер Англии, Риши Сунак, сказал, кто бы ни выпустил эти ракеты, кровь убитых на руках Путина, развязавшего эту бойню. Чем подтвердил, что его страна позицию свою относительно конфликта в Украине не поменяла. И как она была вторым после Соединенных Штатов Америки донором, давателем, представителем оружия и денег Украине и тренингом 22 тысячам украинских солдат, так и будет продолжать оставаться при новом правительстве. На сессии G20 он сказал, что Россия бомбит жилые кварталы, энергетическое обеспечение населения и центры социальной помощи детям и старикам. НАТО считает, что ракеты это противовоздушная оборона Украины. Кстати, сообщение пришло, что ракеты взлетели не на 45 километров внутрь территории Польши, то есть НАТО, а на 4,5 километра. Немножко ситуация становится более понятной. Как мы все понимаем, Россия тут же сообщила, что это провокация и устами Медведева заявила, что мы уже близки к третьей мировой. Тукой пугалковой. Мне пока не ясно, почему на границе с военными событиями не стоят ПВО НАТО. А если стоят, почему они не сбили эти две ракеты? Но есть вещи, которые, наверное, нам не расскажут, я подозреваю, никогда. То есть, чего-то расскажут такое, но знать, что правда или неправда мы, конечно, никогда не будем. А теперь о критическом мышлении. Уясняется, что 70% населения России считают, что Украина инициировала войну с Россией. Несмотря на то, что украинские восказы защищаются, а Россия напала. Они уверены, что 8 лет бомбили наш Донбасс. Как они говорят, а Донбасс не их, да и количество жертв от бомбежек. Значит, 28 в год в ДНР и 15 или 16 в год в ЛНР. То есть, значит, либо не бомбили вообще, либо бомбили, но очень плохо. А, значит, также 70% с лишним россиян считают, что украинцы запретили русский язык. Из-за того мы на них напали. То есть, вот, одновременно они считают, что напала Украина, а не Россия. Но и одновременно, что Россия напала, но из-за того, что там запретили язык. То есть, они на нас напали, а нам пришлось защищать русский язык и разбомбить половину Украины, уничтожив сотню тысяч мирных жителей. Привязательно такая логика. Кроме того, уже после якобы запрещенного на территории всей Украины русского языка, значит, по всей Украине транслировалось радиотелевидение по-русски. Как отечественное, так и российское, кстати. Ну и т.д. и т.п. и т.д. и т.п. то, что называется. Проблема с мышлением есть не только в Российской Федерации, но и в Соединенных Штатах Америки. Значит, мужчина может идти в душевую к девочкам, если он в этот момент считает, что он маленькая девочка. То есть, если он сумасшедший, иными словами. А здоровые мужики могут участвовать в женском спорте. Чёрные так страдали предыдущие 300 лет, что теперь им надо давать пирожки и пирожные и принимать в университеты, потому что их дедушки были рабами. А всё это, значит, впихивается в головы американцам. И где-то порядка 50% населения страны этому и всему, вот этому остальному бреду, скажем так, верят. Типа, типа, Байден своё умеет, знает, что он делает. Вот они тоже в это верят. Дети более всего развиваются до возраста 4 года, это мы все знаем. Но второй скачок в развитии, это когда дети начинают попадать в общество сверстников. А 6-7 лет у кого-то и до 12-13-14 лет. И если им привить критическое, если не привить критическое мышление в этом возрасте, они никогда не пойдут против установленного мнения, они никогда не станут независимыми мыслящими людьми. Создатели Камертон Глобал работают сейчас над образовательным проектом, образовательной игрой. Который называется Галактик Масоник Лодж, то есть галактическая масонская ложа. В которой дети будут сталкиваться с ситуациями, играя в игре, которые копируют в игровом формате нашу сегодняшнюю жизнь. Естественно, в игре это будет с волшебниками, дуэлями, соревнованиями, пиратами и тому подобное. Для детей это будет интересная игра с возможностью выигрыша, кстати, реальных денег. Не только фиатных, так называемых, только внутри там нет, реальных денег. Как мы это делаем, это уже особая история, в этом и есть придумка. А для нас с вами это будет способ обучить детей думать самостоятельно. Не следовать мантре «как все, так и я». И потому что, если как все, то они будут проигрывать там, в этой игре. То есть им нужно будет научиться очень... Или научиться, потому что они будут зарабатывать там и очки, и медали, и почет, и уважение, так сказать, деньги, я уже сказал, да, так сказать. Сложно в это поверить, но поверьте, когда будет, я всем люблю, сами пойдете, посмотрите. Научить детей мыслитворческой и самостоятельно. Это долгосрочная цель нашей галактики «Масоник Лодж». Господа, а как только мы, как только мы закончим и выйдем, мы через течение, ближайших трех недель, выходим в, ну, четырех максимум, выходим в режим, так называемый, бета-тестинг, когда мы будем работать там с десятью, может быть, двадцатью тинейджерами или претин, которые будут тестировать и давать свое мнение, и мы будем на том, как они играют, как они это делают, смотреть, что происходит. Ну вот, через, скажем, три-четыре недели, выйдя в этот бета-тестинг, еще три-четыре недели, и мы выходим в большой космос, что называется. И у детей будет замечательная игра, которую еще раз мы вам покажем. Вы поймете, насколько она интересна, увлекательна и, я надеюсь, затянет ваших детей. Но не так, как электронные игры, когда щелк-щелк убил, там, стреляй. Да, это немножко другого все-таки порядка. Но, тем не менее, затянет, будет интересно, они будут ждать, дважды в день будут уявляться всякие сообщения, которые они должны будут разгадывать, загадки, угадайки, вопросы, отвечать там быстро и тому подобное, получать очки, получать крафты, это наши деньги электронные, ну и там, так сказать, всякое еще другое будет интересное для них. А до этого, в течение этих вот пары месяцев тестирования и исправления ошибок, нам, конечно, нужна финансовая помощь от всех тех, кто может это сделать. Спасибо, пять долларов, спасибо, двадцать, еще большее спасибо, пятьсот двадцать. Вот, ну а кто может, еще большее, еще большее спасибо. На самом деле, спасибо одинаковое. Кто может больше, тот может больше. А под видео будет стоять, куда посылать донаты, и очень надеюсь, что мы все это сделаем, и очень надеюсь, что вы поможете нам помогать вашим детям выходить из состояния зазомбированности. На этом все, до свидания, до следующих встреч. До новых встреч.